К поискам мужчины подключились и оперативники уголовного розыска. Вообще в этой службе находящиеся на передовой в борьбе с преступностью не случайных людей. Ведь без любви к выбранному делу здесь просто не выдержать. Согласен с этим высказыванием и герой нашего материала подполковник полиции Александр Андрюшкин. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. Сейчас подполковник полиции Александр Андрюшкин руководит оперативно-сыскным отделом по раскрытию Крашуправлением ВД России по городу Чебоксары. За плечами 15 лет службы в различных подразделениях уголовного розыска. Куда его привела детская мечта? Уж очень хотелось городскому мальчишке быть похожим на героев известного кинофильма о работниках Мура. Придя с армии, отучившись в университете, мечта возникла давно. Именно работать в уголовном розыске, именно в уголовном розыске. Ловить, задерживать преступников. И вот в 99-м году пришел я, тогда был оперативно-сыскной отдел криминальной милиции МВД Почуварской республики. Сначала новоиспеченный лейтенант занимался раскрытием хищения из квартир. Потом, как шутит, переквалифицировался на карманные кражи. Говорит, что профессия сыщика затянулась с первых дней и с тех пор не отпускает. Я вот помню, раскрыв свое первое преступление самостоятельно. Увидел, наверное, тогда своими еще молодыми глазами благодарный взгляд потерпевшей, которыми возвращали вещи. И вот я помню, я домой шел с чувством какого-то исполненного долга, наверное, с чувством того, что я людям сделал добро. За эти годы Александр Петрович раскрыл сотни преступлений. К примеру, пару лет назад республику захлестнули нападения на фермерские хозяйства. Злоумышленники за раз умудрялись похищать десятки голов крупного рогатого скота и скрывались. На раскрытие дерзких преступлений были брошены лучшие силы уголовного розыска. Ниточка потянулась на Нижегородскую область. Значит, группа во главе со мной выехала в Нижний Новгород. Организовали там все необходимые мероприятия. Правда, пришлось немножко задержаться. Два с половиной месяца я находился в комендировке совместно с управлением уголовного розыска. Значит, удалось нам выйти на след преступников. Тогда чуварским оперативникам пришлось изрядно помотаться, выслеживая предполагаемых преступников. Их все-таки взяли с поличным. Даже удалось вернуть чуварским фермерам часть похищенных коров. Все наши победы посвящены близким, говорит подполковник полиции. От тыла у Андрюшкина надежный и понимающий. Супруга Оксана сама сотрудник полиции. Да и папа Александр Петрович отменный. Все свое свободное время, которого практически нет, он посвящает семье. Гуляет с детьми Дарьи и Романом, любит порадовать близких очередным кулинарным шедевром. Еще реже ему удается выбраться на охоту или рыбалку. Больше не для того, чтобы что-то поймать, утверждает полицейский, а чтобы просто побыть наедине с природой и набраться сил. А их, как известно, в борьбе с преступностью нужно немало.